Адвокаты Дикого Армана сегодня провели пресс-конференцию и озвучили через робота заявление агента КНБ. Адвокаты Дикого Армана сегодня провели пресс-конференцию и озвучили через робота заявление агента КНБ. Что такое безопасная мера применения силы? Предлагаем посмотреть публикации Басе. Там, где Дикий Арман бьет старика ногой, там, где курьеры, взятые в заложники в гостинице Казахстан, рассказывают про многодневные пытки и издевательства. В начале января 2022 года, уже после начала протеста в Женаузене, Мангастау, когда протесты стали охватывать большинство крупных городов Казахстана, КНБ дает команду всем криминальным деятелям взять под контроль протесты. А там, где не удастся спровоцировать беспорядки. Дикий Арман был одним из таких деятелей подконтрольных КНБ. В Алматы, в гостинице Казахстан, Дикому Арману КНБ дает возможность создать штаб. Там Арман собирает вооруженную до зубов шоблу из числа бандитов и так называемых дружинников. Всех подозрительных людей и участников мирных митингов эти дружинники Дикого Армана после издевательств передают в руки сотрудников КНБ. Дикий Арман не в первый раз помогал властям подавлять оппозицию. В 2005 году в Шемкенте Дикий Арман устроил погром на собрании оппозиции. Мы уверены, что только с помощью таких деятелей, как Дикий Арман, властям удалось сначала дискредитировать, а затем подавить мирную казахскую революцию. Нет им прощения, ни комитетчикам, ни их агентам влияния.